либо состояние образы и там и тогда тут такой вопрос глобальный знаете он иногда настолько расширяет глаза и настолько может изменить человеку судьбу но многие люди просто ну совершенно не задумываются об этом я бы хотел сказать вот так глобально если рассмотреть данный мир в котором мы проживаем то нужно задать вопрос себе чего хотят люди в целом зачем люди что они хотят на что они ориентированы и многие скажут что у каждого человека есть своя индивидуальная дорога одни ориентированы на то чтобы помогать другим жить по заповедям христовым или по заповедям там талмуда или там зара артризма или буддизма или ислама но там не убивать не красть жить как жить как обучал бог царей давида там и соломона и тогда или жить как сказал будда в золотолотосовой сутре или как было написано в на райане от брахмы или от вишну до крышны но чего хотят люди многие скажут любви нет на самом деле на самом деле то что я вам сейчас скажу очень откроет глаза знаете что каждый человек который раздражается и который злится что он хочет в этот момент что вообще такое злиться на другого человека обижаться на другого человека психовать на кого-либо вот к чему я это сказал сейчас читаю комментарии там я высказал свое мнение но при этом около 30 тысяч комментариев написали о том что я дурак но это же исключительно мое мнение но здесь такой вопрос человек первый раз увидел то что я написал после этого он мне написал пять раз комментарии какой я плохой человек ну хорошо я перешел дорогу этому человеку там сказал что ангелы со мной разговаривают но почему они не могут со мной разговаривать потом и это не ангела еще кто-то но дело в том что никто не может доказать ангелы со мной разговаривали или не ангелы разговаривали они со мной или не разговаривали а как с иисусом христом разговаривали высшие силы многократно мы читаем о том как с какими-либо святыми разговаривали высшие силы включая ангелов знаете которые говорили что-либо с предтечи вообще иисус христос выходил из миноры кстати с ним разговаривал то есть можно много всего рассказать просто внимательнее необходимо читать высшие силы что думаете напрямую бог будет с человеком разговаривать с какой вдруг стать ну ладно сейчас даже не об этом чего хотят люди которые пишут гадости верующие глубоко верующие почему они злятся чего хочет человек который злится ответ есть когда человек злится на другого человека то он хочет его ударить вот смотрите я разозлился на человека и из-за того что я более высокодуховный человек я сдержался и не ударил этого человека я разозлился так на маму или я раз вот маленькие дети у них это более легче проявляется то есть когда там ребенку не дают он злится он может толкнуть зачем толкнул или зачем ударил потому что наша наш мир он устроен по принципу служения это служение но может быть служение злу или служение добру вот смотрите когда человек как бы представьте когда человек начинает кого-либо толкать зачем он это делает когда ребенок которому нечего делить с другим ребенком толкает этого ребенка какую ставит он задачу зачем толкает дело в том что толкнуть это значит сделать или иметь желание сделать этому существу которое рядом с тобой находится больно чего тогда хочет человек который злится на другого человека иногда говорит мне так надоело учить с ним уроки как дала бы зачем дала бы то есть ты бы про хотелось сделать какое-либо насилие проведя это над кем-либо то есть а зачем это насилие тебе нужно но чтобы он понял но чтобы он понял или чтобы ты почувствовал что ты почувствуешь когда человек испытает что но когда ты ударишь этого человека то что он испытает боль тогда если отбросить все то эзотерически это выглядит так человек хочет боли другого человека когда он злится когда он пишет такие комментарии когда он желает что-то плохого когда он ненавидит кого-либо он хочет более и когда человек хочет боли вновь и вновь а вы же должны знать что жизнь это большое зеркало поэтому когда человек хочет боли вновь и вновь чужой боли а эту боль он не получает то ему дают ее почему откуда болезни берутся болезни берутся в тот момент когда человек хочет боли вот он ее хочет 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 не получает не получает она накапливается и потом появляется в виде боли виде душевной боли в виде физической боли то представляете так мир весь устроен получается ваши эмоции ваши психи это служение боли и желания боли чем больше из-за вас, или чем больше вы негативите, чем больше вы ненавидите, чем больше это в вас возникает, тем больше боли вы хотите, и тем больше боли вы получите. Именно поэтому и существуют такие духовные направления, как мои духовные направления, которые могут создать принципиальное понимание того, что можно быть и на светлой стороне, и можно иметь свое мнение, и что можно не хотеть боли, и что можно не хотеть кому-то зла, что можно жить вот так. Люди мне пишут, ты придурок, я пишу, ну давай, тебе просто необходимо печенька, и чтобы тебя кто-нибудь обнял. Почему? Так это ему и нужно. Вы что думаете, он мне пишет придурок, потому что он хочет моей боли? Да нет, он мне пишет, что я придурок, потому что его никто не любит. Почему они пишут, да, с тобой не ангелы, с тобой свиньи разговаривают? Да потому что с тобой ангелы разговаривать никогда не будут. Почему? Злой ты потому что. Если со мной, с обычным человеком, кто-то разговаривает, тогда почему те, кто пишет, со мной не разговаривают, потому что ну так не надо быть тем человеком, который так ненавидит кого-то, который не может справиться с самыми простыми эмоциями, злиться бесконечно. Я этих людей вижу постоянно. Комки боли, комки ненависти, комки злости, злой от чего? От всего. Весна уже, уже можно быть и добрым, и теплым, и радостным, и счастливым же так много всего. Спасибо. 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 Спасибо.